Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот вчера, позавчера мы устанавливали новую теплицу взамен той, которую унес ураган. И я как раз вспомнила о том, что многие, может быть, хотят услышать подробнее, как нужно выбрать место, что мы учитываем при выборе места для теплицы. Хоть нам и рекомендуют устанавливать теплицу заблаговременно, то есть осенью, но я уверена, что много есть таких, кто решил установить теплицу именно сейчас, весной. У кого-то эта теплица, возможно, первая в жизни, и они не знают, что при установке теплицы нужно учитывать много факторов, которые влияют на получение урожая, а именно на его количество. И вот я сейчас расскажу вам о том, что необходимо заранее продумать все варианты и выбрать самый оптимальный. Расскажу по своему частному случаю, но вы можете применить его и к себе. Вот что нужно учесть, чтобы установить на участке теплицу. Четыре основных фактора, о которых я вам расскажу, но, возможно, есть еще и у других, каждый из своих, но вот четыре фактора, которые нужно учитывать всем. Первое, это конструкцию и назначение теплицы, ведь теплицы есть разные, есть для выращивания рассады, есть какие-то зимние там, есть просто летом для выращивания всего. Вот это нужно учитывать. Потом нужно обязательно учитывать близость деревьев, вот этих вот, всех наших посадок и заборов. Это обязательно. Третий фактор, это удаленность от дома. В случае необходимости оснащения теплицы световыми, обогревательными приборами, сразу нужно об этом думать. Но я о каждом пункте расскажу потом подробно, сейчас просто назову все четыре по порядку. И, конечно, расположение в соответствии со сторонами света. Вот у меня эта вот штучка. Вот если рассмотреть первый пункт, конструкцию и назначение теплицы, то вот по своему участку я могу вам сказать, что если простая теплица, вот в которой я выращиваю летом все-все-все, я стараюсь ее на средину участка выкинуть, чтобы было освещение, то есть теплицы, которые в виде пристроя к дому люди строят. И, конечно, тут уже у нас выбор небольшой и рекомендуется всегда ее устанавливать с южной стороны дома. Вот видите, у нас участки нарезаны так, что они, получается, что сторона света у нас южная вот так, но теплицы у нас стоят немного наискосок, но все равно, вот эти южные лучи, вот у меня юг, и это единственная сторона, которая будет освещаться в течение всего дня солнцем. Это очень важно для тех теплиц, когда мы выносим в ранние сроки рассаду. Вот у меня там стоит рассада. Это обязательно нужно учитывать. Еще может быть конструкция другая. Есть, вот у меня длинные стоят, но есть теплицы квадратные, почти квадратные, например, 3х4, то вот такую конструкцию можно ставить без учета света. Вы понимаете, что она почти квадратная, ее хоть так поставь, хоть так поставь, она с четырех сторон будет освещаться. И вот когда вы будете ставить теплицу, обратите внимание, для чего она у вас и какой конструкции. От этого зависит очень выбор места. Второй важный фактор при выборе места это близость вот нашего дома, хозяйственных построек, деревьев, заборов. Я вот специально тут 4 маленьких деревца нарисовала, потому что вот здесь у меня растут вишни, огромные густые вишни, которые дают тень. И все эти объекты, и заборы, и дом могут отбрасывать тень на теплицу, и помидоры обязательно у вас вытянутся и не дадут запланированного урожая. Поэтому мы всегда отступаем, вот здесь хотя я могла на метра 2-3 приблизиться, но мы отступаем, вот здесь тоже забор, тоже отступаем, строим на таком расстоянии, чтобы от дома тень, вот видите, это у меня тень от дома, она у меня вот до сюда ложится, больше она не ложится. Все. Все эти объекты мы учитываем обязательно. Еще. Кроме деревьев, кроме забора, кроме дома может быть тень от самой теплицы. Хотя это звучит парадоксально, конечно, но несмотря на то, что поликарбонат, он пропускает лучи и прозрачный, то тень от первой теплицы, вот уже два слоя поликарбоната, луч идет, через два слоя он уже, то становится небольшая тень, а если бы здесь стояла рядом теплица, то еще был бы третий слой поликарбоната, и тень уже, это очень ощутимо. Поэтому, вот у меня стоят где две теплицы, вторую надо ставить обязательно с таким учетом, чтобы вот эта тень, которая откидывает эта теплица, она не касалась второй. И вот у меня пришлось нам отступать 3 метра. Это еще удобно для схода снега, потому что с этой теплицы свалится снег, с этой теплицы свалится снег. Рядом устанавливать никогда нельзя на минимальном, потому что снег тогда останется на них, они могут обвалиться. И тень от первой теплицы, второй теплицы не даст там нормально им расти. Ну вот здесь тоже я высаживаю томаты, но без покрытия, вот эта тень, она их не сильно угнетает. Но если бы еще была вторая теплица, я говорю третий, то толстый слой поликарбоната, тогда им вообще было бы плохо. Вот выбирать, конечно, лучше самые открытые солнечные места, но размеры участков у всех разные. И не всегда удается найти полностью освещенный участок. Ничего страшного. Я всегда говорю, что вместе с правилами всегда существуют исключения из них. У меня одна теплица стоит, вот тут вот, если вот сюда зайти, тут за домом стоит еще одна теплица. Она стоит совершенно недалеко от дома, просто больше ставить было некуда. А перцы в открытом грунте у нас не вызревают. Сибирь. И поэтому у меня выбор или вообще их открытые оставить, или поставить теплицу с половиной света солнечного. Я выбрала поставить. И вот после обеда ее полностью накрывает тень от дома. Ну вот уже три года, там растут сладкие перцы у меня и дают хороший урожай. Посмотрите летнее видео, и вы увидите, как они там растут. Но зато эти растения там не горят, и летом ничего не нужно притенять. Вот в этом я тоже нашла плюс. У них там достаточно солнца. До четырех часов они с солнцем, а после обеда, после четырех, у них тень, они отдыхают. Так, вот третий фактор. Дошли до третьего. Если вы будете оснащать свою теплицу обогревательными или световыми приборами, что делают люди при весеннем выращивании, при раннем, то вот видите, у нас вот здесь дом, а вот теплица, то лучше всего не устанавливать теплицы очень далеко от дома. Думайте о том, что это вам потом затруднит подведение всех коммуникаций, ведь сюда нужно будет тянуть кабеля электрические, возможно, какие-то от водопровода трубы. Вот у нас, ну у нас еще размер участка не позволяет сильно, как сказать, разбег делать. Но у нас все компактно, я вот раз отступила, столько, сколько тень от дома будет, сразу ставим теплицу, все. Вот осталось поговорить о четвертом пункте в выборе места для теплицы. Это самый противоречивый, самый неоднозначный фактор, если по первым трем пунктам можно дать всем одинаковые рекомендации, то есть подальше от деревьев, подальше от забора, поближе к коммуникациям, все это у всех одинаково, во всех регионах. То здесь вот при расположении по частям света огородников, скорее всего, всех лучше разделить на теплых и холодных в зависимости от районов проживания. И вот расположение в зависимости со сторонами, в соответствии со сторонами света и направлениями ветров В разных регионах это расположение может меняться в зависимости от того, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Наибольшего количества солнца или наоборот уберечь свои растения от него. Вот у нас вот здесь юг, и я живу в Сибири, в сибирском регионе, и, конечно, весной мы долго не можем дождаться полноценного солнечного тепла. Вот сегодня уже какое число, сейчас посмотрю. 17 апреля. Еще ни разу мы не могли выставить вот в отдельно стоящие теплицы. У нас холодно, ночью минус 3. И вот мы весной очень долго ждем тепла. Затем у нас короткое лето, и уже с сентября, возможно, ранние ночные заморозки. В таких условиях, конечно, я хочу, чтобы теплица весной как можно быстрее прогрелась. И у меня была возможность высадить туда рассаду и получить ранний урожай. Для меня это, именно это, является важнейшим фактором, и поэтому я устанавливаю свою теплицу вот этой боковой стороной на южную, вот этой длинной, на южную сторону. Так вот эта длинная поверхность боковая получает максимальное количество солнечных лучей весной и осенью, когда они просто необходимы нам сейчас для жизни растений. Ну а летом, если солнца будет очень много, всегда можно будет сделать затенение. Способов существует большое количество. Кто-то накрывает теплицу сверху нетканкой, кто-то размещает даже нетканное полотно с внутренней стороны теплицы, кто-то проводит на лето опрыскивание мелом. Вот жителям регионов с прохладным климатом лучше выбирать для установки теплицы такое место, где она будет находиться на солнце в течение всего дня. То есть с утра до вечера будет освещаться со всех сторон поочередно. Вот у нас восток, взошло оно, сюда светит. Потом пошло, с торцов посветило. Весь день оно светит отсюда. Потом оно у нас начнет светить отсюда. Все. У нас только северная сторона не освещается. Со всех сторон солнце. Это очень хорошо. Так растения, вот при таком расположении, когда ни разу тень на него не попадает ниоткуда, они получают на 10-15% больше солнечного света. Еще раз повторяю, для нас, для холодных огородников, это очень важно. Вот у меня две теплицы стоят именно так. Торцами с востока на запад. Это, по-моему, называется широтное расположение. Если вот так бы поперек, то это меридианное. По-моему, так. И вот такое расположение, по оценкам специалистов, когда вот длинная сторона на юг, считается наиболее продуктивным для всех районов с коротким или холодным летом. То есть для холодных огородников вот это идеальный вариант. Я отношусь к этой группе холодных огородников, гоняющихся за солнечным теплом, за лучами, ловим каждый луч весной. И большинству огородников такое расположение подходит. Но у теплых расположение может быть другим, потому что им важнее укрыться от лишнего солнечного тепла, летом уберечь свои посадки от ожогов. У них другая проблема. У них избыток солнца, и возможно они будут располагать по-другому. Как они там приспосабливаются. Вот подводя итог, но я говорила, вначале сказала, что я буду говорить о своем частном случае. И вот подводя итог, повторю еще раз, что выбирать место для установки теплицы нужно обдуманно, если это тем более первая теплица. Учитывайте все факторы, от которых зависит получение хороших урожаев. Но делайте это в соответствии с вашими погодными условиями региона, в которых вы живете. В конце еще раз назову, что нужно учитывать. Нужно смотреть расположение в соответствии со сторонами света. Если вы в холодном регионе, значит большую сторону на юг. Нужно не удалять сильно теплицу от дома, если вы собираетесь включать там лампы или обогреватели. Не устанавливать теплицы вблизи растущих деревьев, вблизи заборов, недалеко от домов, от хозпостроек. И устанавливайте в соответствии с конструкцией теплицы. Конечно, если теплица придомовая, то только с южной стороны. Если теплица у вас какая-то другая, там квадратная, то я сказала, что возможно ее ставить хоть так, раз она квадратная, можно и так, и так. Итак, самое главное, перед тем, как поставить теплицу, начертите план своего участка, вот так ведь сверху. Посмотрите, сколько у вас метров тут, тут, где самое лучшее место. И это, я уверена, что позволит вам получать наибольшие, самые высокие урожаи, если вы все это учтете. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Извиняюсь за такое длинное, очень подробное объяснение, но вы поймите, все огородники разные. Есть люди, которые ни разу этим не занимались, и они могут поставить вот просто, вот ровная площадка, поставят и все. А потом будут мучиться, когда летом увидят, листья появятся на деревьях, и они увидят, что половина теплицы закрыта тенью от дерева. Представьте, это какая проблема переустанавливать. Пусть уже сразу сейчас все узнают, все подумают, обдумают, выберут место. Выбрать место можно уже сейчас, заочно, на бумаге, если вы знаете размер своего участка. А потом все это притворить в жизнь. Все. Желаю успехов. Учитесь на чужих ошибках. Внимательно слушайте все советы бывалых огородников, и у вас все будет прекрасно. Все.